Мои дорогие предновогодние пряники, всем привет, добро пожаловать на мой YouTube канал Рустем Бьюти. Это, конечно же, означает, что меня зовут Рустем, и я сегодня все так же бьюти. И сегодня у нас злободневная тема. Мы сегодня будем делать макияж на новогоднюю ночь. Да и не простой, а мега сияющий, мега завораживающий и мега душесчипательный. Так что берите блокнотики, включайте запись экрана, и давайте учиться делать самый красивый макияж, чтобы встретить Новый год голубого кролика. Или зайца. Так, подождите, мне нужно уточнить, какой будет следующий год, потому что могу что-то напутать. Так, Google не врет черного водяного кролика. Ух ты, а 2023 год у нас год черного водяного кролика. Это ничего себе! Если честно, не знаю, как эту информацию притянуть к сегодняшнему макияжу, но, как вы понимаете, это будет обычный классический вечерний макияж, который продержится с вами всю ночь, и все взгляды будут прикованы точно именно к вам. Перед тем, как мы начнем, я вас попрошу подписаться на мой YouTube канал, если вы еще вдруг по каким-то причинам не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на меня во всех запрещенных, и не только в социальных сетях. Вспомните, что до конца этого месяца, до 31 декабря, через приложение L'Etoile, вы можете сделать подарок себе, либо своему близкому, и купить что-то со скидкой в 1000 рублей. Акция заключается в том, что при покупке от 3000, скидка 1000 рублей. Можно купить тональную основу от Shiseido, которая стоит 4000 с лишним, за 3000 с лишним. Все, что нужно сделать, это указать при оформлении заказа купон Rustem 1. Вся подробная информация будет в описании к этому видео, а у нас с вами меньше слов, больше дела мы переходим к красивому, сногсшибательному макияжу для предстоящей новогодней ночи. Два кусочка колбаски у тебя лежало на столе. Ты рассказывал мне сказки, ну а я, а чё я, не верила тебе? Ух, какой кофе! Безгранично люблю подобного рода видео, потому что у нас сегодня не обзор. У нас сегодня макияж теми продуктами, которые меня не подводят, и которым я доверяю. Поэтому все, что будет показано сегодня мной в этом видео, можете спокойно приобретать. Я не буду заострять внимание именно на том, именно на продуктах. Сегодня мы поговорим именно о технике и о том, как быстро, красиво сделать красивый новогодний макияж. Будь или не будь, сделай же что-нибудь. Будь или не будь, будь или не будь. Первым делом нам необходимо подготовить кожу. И здесь мы руководствуемся своим ежедневным уходом. Обычно это увлажняющий тонер, крем для области вокруг глаз и увлажняющий крем. Я это уже все нанес. Также я при помощи геля для бровей от Люкс Визаж зачесал бровки. У меня брови очень, скажем так, самодостаточные. Я их оформлять более никак не буду. Но вы, если что, знаете, что можно это сделать перед макияжем. Можно это сделать уже в последние минуты макияжа. То есть, ну, брови. Единственное что, не черните брови. Не делайте их слишком графичными. Либо тенюшками для бровей, либо можно использовать помадку. Кто как привык мне на себе показывать, как рисовать брови, к сожалению, не получится. Вот, к сожалению, не получится. Далее я буду использовать базы под макияж для того, чтобы тональная основа была наиболее выигрышно смотрелась у меня на лице. Я буду замешивать. Первую базу, которую я буду использовать, это бренд Colorance. Это база Instant Smooth Perfection Touch. Это база, которая хорошо работает с рельефом кожи. Она дает матовый финиш. Она выступает в качестве затирки пор. Я набираю ее совсем чуть-чуть. И смотрите, куда я ее буду наносить. Ее можно нанести при помощи пальчика. Но я буду сразу наносить при помощи кисти. У меня от Chic Foundation. Я ее нанесу. Затру вот такой кисточкой, копытцем. На зону расширенных пор. Это у меня вот здесь. Вот, посмотрите, Т-зона. Немножко на щечке. Она немножко уберет естественный блеск. Слегка заматирует. И заполнит мои поры. Мои поры. Очищенные поры. Я нанес эту базу. Посмотрите, прям хорошо поработала с этой зоной. Добавила блюр эффекта. Далее я буду использовать любимую базу от бренда Luxe Visage. Которая Glow Skin. Это база, которая идеально подходит для сухой кожи. Для нормальной кожи. Которая придает естественное сияние. Немножко выравнивает цвет лица. Я сегодня хочу быть супер сияющим. Поэтому к ней подмешиваю горошинку. Жидкого хайлайтера Radiance Boost Liquid Luminizer. От бренда Bodyography. Динь-динь-динь. Динь-динь-динь. Колоколичик звенит. Этот звон. Этот звон. О любви говорит. Можно при помощи пальчиков. Можно при помощи кисточки. Набираю продукт на кисть. И наношу эту базу на периферию. Я хочу, чтобы у меня периферия была сияющая. Хочу сиять. Но у нас же все-таки новогодний макияж. Если кожа жирная. Советую эту манипуляцию отставить. Если у нас зона декольте открыта. Мы спускаем этот продукт. И на зону декольте. Можно также нанести и на ручки. И на плечи. Все зависит от того, какой вы выберете. Что какой вы выберете. Все зависит от того, какой вы выберете наряд. Далее я буду использовать базу. Шоссейда Синхроскин Рейджент Лифтинг. Одна из лучших баз для клиентского макияжа. Для возрастной кожи. Для сухой, для нормальной. Даже может быть для склонной к жирности. Но нужно будет матировать. Эту тональную основу сейчас можно купить в Литуаль. По очень хорошей цене. По моему купону. Так что советую. Мне будет достаточно два нажатия. Это оттенок 250 Сант. Я пальчиком распределяю тон. Пальчиком. А затем перейду на кисть. Все продукты, которые я использую. Взаимозаменяемые. Не обязательно брать что-то люксовое. Или что-то бюджетное. Просто понимаете. Я всегда учу своих зрителей. Понимать то, как работает продукт. Ну то есть подобный тон. Я понимаю, что он шикарен. Но действительно что-то подобное. Можно найти и в бюджете. Если вы смотрите мой YouTube канал. Вы конечно же об этом знаете. Далее. Начиная с периферии. Я начинаю вот таким вот растягивающим движением наносить тон. Этот тон ни в коем случае не полосит. Он прекрасно распределяется. Просто посмотрите, какая у него феноменальная кроющая способность. Оттенок мне этот подходит. Я его сразу спускаю на шейку, на уши. Смотрю, чтобы не было разницы границы нанесения. Карли единственное, что когда подходите к зоне расширенных пор, старайтесь работать аппликативным движением. Потому что у нас здесь такая база, которая служила нам в качестве затирки пор. И вот здесь вот тянуть ничего не нужно. Тут мы работаем исключительно аппликативно. Я распределяю тон под глазки. Сильно не лезу. Видите, у меня вот под глазами зона синевые. Я на нее практически не захожу. На лбу начинаю распределять тон от центра лба. К периферии я уже полупустой кистью просто оттягиваю продукт. Далее я беру спонж и аппликативным движением пробегаюсь по всему лицу. Для чего я это делаю? Для того, что если у нас есть какой-то рельеф, нам нужно его сгладить. На мой взгляд, тон лежит просто восхитительно. Далее я буду использовать два консилера. Я очень часто использую два консилера. Сейчас объясню почему. В зону под глазами я буду использовать консилер с легким персиковым подтоном. Это двоечка от бренда Шик. Я его буду наносить локально во внутренний уголок. Немножко сюда и немножко вот сюда. Вот сильно на подвижное веко не спускаюсь. Могу распределить консилер при помощи кисти, а могу при помощи спонжа аппликативным движением в тушевую консилер в эту зону. Консилер персикового цвета отлично перекрывает синеву под глазами. Нюансы. Я всегда говорю, если взять и нанести светлый консилер, как многие сразу любят высветлить, вот эту зону очень часто синева может отдавать таким серым оттенком за счет того, что светлый пигмент не перекрыл синеву. Это выглядит очень даже некрасиво, несвежо. Также этот консилер я могу использовать для того, чтобы перекрыть какие-либо нюансы. Он, в принципе, подходит под цвет тона и могу немножко нанести там, где мне нужно уплотнить. А далее я беру более светлый консилер. Это Estee Lauder в оттенке 1C. И я буду высветлять. Смотрите, что я высветляю. Я высветляю вот здесь вот этот вот голливудский треугольничек. Вот так вот я его нанесу. Вот что я себе буду высветлять. Вот что я себе буду высветлять. Я хочу немножко высветлить уголки губ. И я хочу немножко нанести консилер светлый на центр лба. Это мне позволит сделать центр лица более объемным. Далее аппликативным движением можно работать и одним консилером. Но это я уже загоняюсь. И я тщательно-тщательно спонжем растушевываю светлый консилер. И этот консилер, также еще можно его нанести в носогубки. И этим консилером я в зону под глазами уже сильно не лезу. Вы видите, как оба у меня эта часть вылезла, но при этом синева моя осталась, скажем так, замаскирована комплементарным синеве оттенки. Это Новый год. Видите, вот прям свеженько, красивенько, под глазками все. Следующим этапом у нас, конечно же, кремовая коррекция. Я буду использовать кремовый стик от бренда Кика в оттенке 201. Я набираю продукт на кисть. И сегодня у нас будет такая очень агрессивненькая коррекция. Ориентируясь на кончик брови, ставлю точку интенсивности. Ухожу к вершине ушка. У нас сегодня немножко другая коррекция. Обратите внимание. И плавненько стушевываю продукт к кончику губы. Главное не нанести низенько. И вот так вот аппликативным движением я растушевываю нашу коррекцию. Чтобы она у нас была такой остренькой, красивенькой. А границы нанесения сглаживаю при помощи споножа. Также я прохожусь по линии контура. Далее я также затемняю внешний уголочек. Вот так вот. Даже могу немножко уйти под бровь и в переносицу. Потому что у нас будут такие красивые коричневые сияющие смоки. И почему бы мне не воспользоваться скульптором как подложкой под макияж глаз. Точка интенсивности во внешнем уголке глаза. И ухожу по восходящей для того, чтобы затемнить височную зону. Я сначала прохожусь кистью с продуктом. А затем все стушевываю мягенько при помощи спонжа. Что мы делаем с носиком? С носиком я беру немножко скульптора. Почему он перестал выкручиваться? Беру немножко скульптора. Беру немножко спонж. Немножко скульптора. Немножко спонжа. Похоже на новогодний салат. И спинки. Смотрю, чтобы на спонжике не было никаких пятен. И немножко собираю носик. Носик вот так вот. Собираю вот таким вот движением с двух сторон. Немножко собираю носик вовнутрь. И ухожу вот сюда. Вот в подбровное пространство. Чтобы у меня была мягкая коррекция. Чтобы я не люблю рисовать тонкие две линии. Потому что это в жизни выглядит немножко, немножко, немножко. Немножко видно, что нос нарисованный. Далее я буду использовать кремовые румяны. Это у меня вот такие вот от бренда Kika Milano. В оттенке 02. Ultimate Glow Blush. Очень интересная суфлешная текстура у этих румян. Такая вот красивая, безумно вообще красивая текстура. Сейчас покажу, как мы сегодня их будем наносить. Втушевываю в кисть. Смотрю, чтобы тоже не было никаких непромесиков. Улыбаюсь, улыбаюсь. Наношу и на щечку. Вот так вот легонечко наношу. На щечку. Сильно близко не подхожу к носику. Именно работаю вот-вот практически на коррекции. И увожу немножко в зону хайлайтера. Вот так вот поднабил, поднабил румянца. Взял опять же наш спонжик. И вот так вот растушевал границы. И у нас получается такое очень деликатное нанесение румян на лобик. Наивысшая точка брови у меня вот здесь. Сразу же потушевываю. Могу немножко на кончик носика и немножко на подбородок. Это уже на ваш вкус. Я на неприпудренный тон. Такой вот веерной кистью от Бернович номер 13. Наношу хайлайтер от бренда Бербери в оттенке 02. Fresh Glow, точнее оттенок Nude Gold. И я немножко вот сюда вот себе ставлю сразу блик. Пока у нас не зафиксирован тон, хайлайтер ложится просто невероятно. И сияние будет просто космическое. При этом хайлайтер очень деликатный и красиво работает очень на возрастной коже. Если вы ищете красивый деликатный хайлайтер, обратите внимание на этот хайлайтер от бренда Бербери. Он у меня уже очень давно. Хочу убедиться, что под глазами у меня консилер не скатался. Если скатался, я подтушевываю все там при помощи спонжа. Беру детальную кисточку, небольшую. Беру пудру, которая меня не подведет. Это от бренда Estee Lauder. И аппликативным движением фиксирую консилер под глазками. К сожалению, я сейчас не знаю, продается она или нет. Вроде Estee Lauder немножко перевыпустили эту пудру. Далее я могу взять либо финишную пудру, либо... Смотрите, что я сделаю. Я хочу, чтобы у меня были максимально острые скулы. Поэтому я на неприпудренный тон при помощи пушистой кисти буду набивать скульптор. Это Perfect Sculptor от бренда Chic в оттенке 01. Запеченный скульптор. Я набираю его на пушистую синтетическую кисть из кукурузного волокна. Это набор с Алиэкспресс. И вот таким вот движением набиваю, усиливаю кремовую коррекцию. Посмотрите, у меня с одного движения какие ярко выраженные скулы. Вот так оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Аппликативно набил. И это не будет работать так хорошо с матовым скульптором. Тогда лучше советую вам сперва зафиксировать зону при помощи пудры. Посмотрите, какая красивая глубокая тень получается. Если у вас кожа жирная, ребята, обязательно припудриваем эту зону перед нанесением скульптора. Набил я скульптора. Далее беру кисточку поменьше. Беру румяна. Я возьму такие розовые из палетки Hourglass. И дублирую вот эту вот зону тоже аппликативным движением румяшками. На хайлайтер уже сильно не захожу. Немножко оттушевываю здесь. И мне кажется, что коррекция в принципе готова. А далее я беру рассыпчатую пудру от бренда Эвилайн Варьете с таким розовым подтоном. Мне она очень нравится. Беру спонж и мы будем делать легкий бейкинг. Я набираю достаточно многое количество продукта. И ориентируясь вот на вот эту вот зону ушка, вот эту вот выступающую, я ставлю вот сюда вот такой вот, подрезаю нашу коррекцию. Веду линию, ориентируясь на кончик губ. И я вот так вот достаточно остро подрезал нашу коррекцию. А дальше вот немножко также набираю на спонж. И хочу немножко сделать носик поуже при помощи приема того, что я высветлю спинку носика и немножко под глазками. Вот так вот. И теперь в таком вот состоянии можно еще даже нанести пудру немножко на центр лба. Это, кстати, пудра с легким сиянием. И в таком состоянии я предлагаю... Можно этого вообще не делать. Это уже, знаете, мои такие зарисовки. И в таком положении мы сидим минутки три, чтобы у нас там все схватилось. А далее я беру кисточку. Могу вот взять такую пушистую. И смахиваю, смахиваю наш вот этот вот бейкинг. И потушевываю, потушевываю, чтобы все-таки у нас было помягче. Вот эту вот нашу линию коррекции. Просто у меня сегодня агрессивное настроение. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь? Я убью соседей, что мешают спать. И после того, как мы растушевали наш бейкинг, я прохожусь, либо это можно сделать в конце, если вы боитесь, что у вас будут осыпашки. В общем, я прохожусь, чтобы не было эффекта припудренного лица при помощи либо фиксатора, либо вот этой вот сыворотки от Дальбы. Мне нравится, кстати, эта штука. И мы переходим к макияжу глаз. Так, я вас немножко приближаю и давайте буду рассказывать, что мы будем делать. Смотрю, чтобы у меня на подвижном веке и неподвижном не было отслоений консилера. Ну, не отслоений, а... Ну, в общем, чтобы консилер распределился достаточно однородно. Могу немножко взять пудры и зафиксировать этот консилер, чтобы он у меня дальше не возмущался. Беру пушистую кисточку, козочку, беру любимый наш вот этот вот запеченный скульптор от Шик и немножко возвращаю тень. Возвращаю тень в складку века, немножко оттушевываю к височку. Совсем чуть-чуть мне нужно, еще не поздно, еще не рано. Простраиваю складку и также могу этой же кистью немножко тень вернуть и на нижнее веко. Далее у нас будет сияющий красивый макияж глаз. Новый год-то все-таки, поэтому я беру жидкие тени от Luxe Visage Metal Hype в оттенке номер 13. Красивый, нюдовый, такой темно-коричневый сияющий оттенок. Беру сразу пушистую кисть-козочку, плоскую кисть-синтетику и раскладываю вот этот вот наш оттенок на все подвижное веко аппликативным движением выше складочки. Этой кистью не лезу. Далее беру пустую пушистую кисточку и прорабатываю все границы. И у нас получилась такая вот красивая тень. Этот же оттенок я могу дать сразу на нижнее веко. Тоже нанести близко на нижнее веко к контуру ресниц. Границу. Козочка хорошо растушевывает границу. Беру Анастасию. Беру оттенок Saltry. Вот этот вот такой металлик коричневый. И заполняю при помощи него внутренний уголочек. Пока у меня на кремовую подложку он хорошо цепляется. Так вот внутреннюю и внешний уголочек тоже заполняю этим оттенком. Так знаете легко и быстро. Легко и быстро. И у нас сегодня должен быть какой-то красивый блик. Я беру свои пигменты. Точнее рефил. Рефильчики от кого? От кого рефильчики я беру? От бренда Bernovich. Я возьму очень красивый оттенок X21 на пальчик. На пальчик такой знаете. Он немножко дуахромен. Очень красивый. И цепляю его на серединку яблочка. На серединку подвижного века. Посмотрите какой у нас красивый блик. Просто сумасшедший. Беру вот этот вот такой вот оттенок. Средний коричневый. Такой вот из палеточки Dior. Матовый. Он шикарный, шикарный. И при помощи этого оттенка сияшечки увожу в кожу. И уже при помощи этого скульптора уведу оттенок в кожу. И вот такие вот у нас красивые смоки за 2 секунды, ребят. За 2 секунды. Все то же самое делаю с нижним веком. Абсолютно тоже. Оттенок Saltry. Вот этот вот мат сияющий металлик. Наношу на внешний нижний уголочек. Посмотрите как красиво. На внутренний нижний уголочек. И на серединку наш сумасшедший вот этот вот сияющий спаркл. И могу подтушевать все сразу нашим матовым оттенком. Чтобы у нас все красиво ушло в кожу. Смотрю, чтобы тут все было растушевано. И далее, чтобы глазик был более такой, знаете, томный. Взгляд, чтобы был такой прям пленительный. Нам важно проработать ресничный контур и слизистый стойким карандашом. Я буду использовать 06 карандаш в дереве от бренда Kiko Milano. И сейчас пройдусь по ресничному контуру. И вы увидите, какой взгляд будет более выразительный. В итоге мы получаем вот такие вот light smoke. Такие коммерческие, такие красивые. Прям... Но теперь мне хочется еще немножко высветлить внутренний уголочек. Немножко. И я беру светлый оттенок сияющий. И наношу вот так вот точечно на внутренний уголочек. Вот так вот оп, 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 вот так вот чуть-чуть высветляем внутренний уголочек. Конечно же, чтобы нас никто не уволок. Могу еще раз протушевать все границы. Можно также вытянуть стрелочку, но я не хочу. Я сейчас в два слоя прокрашу ресницы. И, может быть, немножко подклею пучки, чтобы была еще больше такая кошечка вкусная, сексуальная. Он бы подошел, я бы обернулась. Он бы приставал ко мне, я бы шла. Ага. Я немножко подклеил ресничек у внешнего уголка. И вот даже стрелочки, мне кажется, рисовать не нужно. Ну, согласитесь, такие глубокие, красивые глазки. Давайте перейдем скорее к макияжу губ. У нас он будет не очень сложный. Ну, туру-ту-тун, туру-ту-тун, туру-ту-тун. Так, я беру опять пудру и немножко припудриваю контур губ. Немножко, чтобы мне было легче рисовать. Далее мое любимое комбо. Беру оттенок капучино от бренда Стеллари, бюджетный карандашик. Хорошо его натачиваю. Я ревную тебя, когда дождь, когда снег, когда ветер. Милый, любимый, единственный, ты половинка моя. Так, песни Кати Огонек. Катя, Катя, а где же те денечки? Катя, Катя, белые цветочки. Катя, Катя, майский ветерок. Катя, Катя, Катя Огонек. Так, я начинаю прорисовывать губы. У нас сегодня будут вареники. Почему? Потому что на новогоднем столе обязательно должны быть чьи-то вареники. Пусть они будут ваши. Я начинаю галочку, начинаю рисовать губы с галочки, с верхней. Нарисовали мы вот такую вот галочку, усики. И теперь с уголка веду прямую линию до вершины галочки. Вуаля, ничего страшного. То же самое делаю с этой стороны. И теперь таким же способом прорисовываю нижнюю губку вареничек. Могу немножко подтушевать карандашик. И далее я беру свою любимую матовую помаду от бренда Люкс Визаж в оттенке 102. И наношу ее на серединку губ. И мягенько втушевываю в карандашик. Заключительный штрижок, чтобы нас никто не уволок. Ну, чтобы никто не поцеловал, конечно же. Это на серединку губ блеск для губ. У меня отшик в оттенке 04 Light Peach. И что? А вот и все. Такой вот макияж у нас сегодня получился. Мне кажется, идеален для новогодней ночи. Единственное, что в конце я могу взять немножко пудру финишную от Hourglass. И немножко пробежаться по всему лицу. Вот так чуть-чуть. Чуть-чуть. И в конце мы получаем вот такой вот нюдовый, сногсшибательный образ. Ну, который однозначно подойдет для ежедневной... Какой ежедневной? Для новогодней, конечно же, ночи. Ребята, пишите, повторите вы такой макияж или нет. Ну, можно просто добавить стрелок. Либо можно сделать более темные глазки. Но мне кажется, что для Нового года макияж таки состоялся. И поверьте, он будет очень-очень стойким. Ничего и никуда не убежит с вашего лица, так сказать. Мои дорогие, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Если вдруг еще не подписаны, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы вы одни из первых могли увидеть новое видео со мной. Подписывайтесь на мои запрещенные не только социальные сети. Наверное, это последнее видео в этом году. И я хочу еще раз всем пожелать здоровья и безграничного богатства. Чтобы вы смогли себе позволить абсолютно все, что хочется. Чтобы вы могли баловать не только себя, но и своих близких и любимых. Хочу, чтобы у вас у всех все было хорошо. Чтобы всякие болезни не стучали к вам в дверь. И спасибо вам за безграничную поддержку моего творчества, моей работы. Пока я чувствую такой посыл по ту сторону экрана, я ни в коем случае не остановлюсь. И буду радовать вас новыми обзорами и видеоуроками на моем YouTube-канале. Спасибо большое, что были со мной. Увидимся мы с вами совсем скоро на этом YouTube-канале. Но, наверное, уже в следующем году. Люблю и целую.